Слышали ли вы, как иногда гудят трансформаторы, если их пластины не слишком жестко закреплены? Чтобы услышать этот звук, открутим замыкающую часть магнитопровода и повернем ее под углом. По первичной обмотке течет переменный ток с частотой 200 Гц. А на какой частоте гудит трансформатор? Запишем спектр его звука. Тут есть все частоты, кратные 200 Гц. А основной пик сейчас приходится на частоту 400 Гц. Нежестко закрепленные части магнитопровода двигаются друг относительно друга, и поэтому трансформатор гудит. А в этой установке гудеть будет подвешенный на нити ферритовый стержень, проведенный через катушку. Подадим на катушку переменное напряжение со специально подобранной частотой 1190 Гц. И стержень загудел, причем довольно громко. Он гудит и на некоторых других частотах, например, на частоте 3250 Гц. Что же это за частоты, и почему именно на них происходит гудение? Дело в том, что когда домены стержня перемагничиваются, стержень чуть-чуть меняет свои размеры. Это явление, открытое Джоулем в 1842 году, называется магнитостерикцией. И именно магнитостерикция заставляет стержень гудеть. Но стержень перемагничивается на любой частоте переменного тока. Почему же он гудит не на всех частотах, а только на некоторых? Если ударить по стержню, он звенит. И этот звон слышно довольно долго. Это означает, что у стержня имеются свои собственные колебания с весьма малым коэффициентом затухания. Или, как говорят физики, с высокой добротностью. Нанесем по стержню еще один удар и запишем спектр его звука. Звон происходит на выделенных частотах. Вот колебания в районе 1200 Гц, а вот в районе 3250 Гц. Именно на этих частотах мы и подавали переменное напряжение на катушку. Магнитостерикция раскачивала собственные колебания стержня в резонансе с ними, как внешние толчки раскачивают качели. На частоте 1190 Гц раскачиваются поперечные колебания стержня с двумя неподвижными узлами. На частоте 3250 Гц происходит раскачка собственных колебаний с тремя узлами. Поперечным колебаниям с четырьмя узлами соответствует частота 6270 Гц, а с пятью узлами частота 10170 Гц. Эти колебания нам тоже удавалось накачать за счет магнитостерикции, правда звук при этом получался весьма слабым. Посмотрим, как происходит раскачка колебаний стержня вблизи резонансной частоты. Подадим на катушку переменное напряжение с частотой 3248 Гц. Сначала громкость звука растет довольно медленно, ведь колебания с большой добротностью не так просто раскачать. Но через какое-то время громкость нарастает очень резко, а затем колебания выходят на насыщение, когда подводимая энергия сравнивается с потерями. И это еще не все, что нам удалось наблюдать. Если прогнать катушку по частотам от нуля до 1300 Гц, мы получим вот такую кривую отклика. Вот знакомые нам колебания на частоте 1190 Гц. А что за линии в этом спектре мы видим еще? Оказывается, поперечные колебания стержня можно также возбудить на частотах, составляющих одну вторую, одну четвертую, одну шестую, одну восьмую и так далее от основного тона. Правда, эти колебания будут совсем не такими громкими. Но почему мы не наблюдали продольных колебаний, когда стержень делается то длиннее, то короче? Длина нашего стерженька составляет 20 см. Скорость распространения звука в феррите что-то около 5,5 км в секунду. Вы можете сами оценить, на какой наименьшей частоте будут происходить продольные колебания стержня. И написать об этом в комментариях к нашему ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!